В Мариуполь отправилась первая бригада строителей и добровольцев в рамках акции, организованной Синодальным отделом Русской Православной Церкви по благотворительности. Волонтеры займутся ремонтом домов частного сектора, пострадавших в результате боевых действий. Речь идет именно об одноэтажных зданиях. Многие из таких домов получили сравнительно небольшие повреждения. Однако даже их устранить способны далеко не все местные жители. Например, одиноким старикам не под силу перестелить шиферную кровлю, посеченную осколками. В начале года Синодальный отдел по благотворительности совместно с церковной больницей Сахитилия Алексея открыли в Мариуполе церковный медико-социальный центр для того, чтобы там могли люди получить социальную помощь, помыться, постирать свои вещи. И увидели, что очень много людей обращается помимо запросов о гуманитарной помощи, и также с запросами о том, что им необходимо отремонтировать их жилье. В основном это пожилые люди, люди с маленькими детьми, люди с инвалидностью, которые сами не в состоянии это сделать. Определенные строительные материалы руководство города передает бесплатно таким семьям, но рук, чтобы сделать ремонт, у них нет. А часто это значит, что они вынуждены жить в очень тяжелых условиях. К церковному медико-социальному центру в Мариуполе нужны добровольцы-психологи, юристы, автоволонтеры, то есть водители, готовые на своей машине привезти, например, гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям. Но с этими группами волонтеров работа налажена уже давно, а потребность в добровольцах-ремонтниках в ДНР еще очень и очень высока. И вот сейчас мы объявили такой набор добровольцев-ремонтников именно со строительными специальностями. Нам нужны плиточники, кровельщики, те люди, кто умеют наладить электрику, сантехнику, то есть те люди, кто знают, что такое строительство, знают, что такое ремонт. Это не какой-то колоссальный ремонт, а именно для того, чтобы восстановить тепловой контур дома и позволить человеку просто жить в нормальных условиях. В каждую неделю будет по 7 дней примерно новая группа добровольцев выезжать. Каждая группа составляет примерно от 8 до 12 человек. Мы обеспечиваем проживание, питание, проезд. И, конечно, если люди хотят присоединиться к этой помощи, мы будем очень рады.